Привет! Совсем недавно на IrisMine был Вайп. Айпи на экране в описании, заходите, вас все жду. И у нас с вами стартует сезон выживания без доната, где мне предстоит войти в топ-1 по балансу. Но перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Таким образом, вторая часть выйдет намного быстрее. Приятного аппетита и приятного просмотра. И первым делом я предлагаю заприватить себе территорию. Еще бы разобраться, как это тут делается. И теперь смотрите, я нахожусь на свободной территории, но когда я наступаю вот сюда вот, то мне пишется ваша территория, поэтому я успешно создал свой маленький домик, который даже не построил. Так, я здесь нашел сразу двоих игроков, которых в целом можно убить. Поэтому мы с вами сейчас вот так вот возьмем и проведем сюда источник водички. Потому что падать туда я не сильно собираюсь, потому что я таким образом разобьюсь и умру. А вот так вот смотрите, мы сейчас берем, спускаемся потихонечку. И сейчас как нельзя, мы нападем на одного из этих игроков, который спустился. Куда ты спустился-то? Уникальная башня? Это что такое вообще? Я не понимаю. Ладно, давайте пока что будем вести преследование за этим игроком и нападем на него. Потому что мне нужны ресурсы. Есть. Все, он в КТ. Хорошо, хорошо, хорошо. Напали. А я? Ты что, пинаешься? Раз. И последний удар. Все, мы его с вами убили и выбили даже еду и железо. Это очень хорошо, но тут есть еще какой-то один игрок. Поэтому давайте-ка мы с вами сейчас быстренько скрафтим себе, наверное, меч. То есть хоть какое-никакое оружие, но пускай оно у нас будет. В целом можно еще подобывать железо, так чтобы далеко не уходить. Я, кстати, когда добываю железо, смотрите, мне пишут в том, что я получаю денюжки и еще и опыт. Вот это, кстати, очень удобно. Но нужно держать ухо востро, потому что в любой момент на меня могут напасть. Так, ладно, давайте все же проверим, где находится еще один игрок. И вообще узнаем, что за уникальная башня. И все-таки я, кажется, понял, что за уникальная башня. Но немножечко не понял, что она вообще делает. Давайте посмотрим. Фига тут добра, и что это вообще никто не забирает? Вы что, серьезно, что? Вы не можете сломать блок в данном регионе. А, ну понятно, понятно, почему нельзя ломать-то. Аукционист проводит торги, успеете сделать ставки. Что за ставки? Подожди, я хочу посмотреть. Аукцион. А, мне нужно варп-маркет идти. Окей, но вначале я хочу посмотреть, что тут находится. Ну, тут у нас ничего нету, ладно, варп-маркет, ну-ка. Аукционист, здравствуйте, что же вы тут делаете? Давайте на аукцион зайдем. Ааа, это, ну, у меня точно сейчас не папа к карману. Ого, вот то, что мне нужно, скупщик. А, у него предметы поменяются через 7 минут. Ну ладно, тогда через 7 минут мы с тобой встретимся. А пока что телепортируемся домой. Добываем дерево. Также добываем немножечко камня. Не, ну, уголь я как бы тоже пропустить не могу. Нужно хоть немножечко, но добыть. Окей, телепортируемся к нам домой. И знаете, что нужно прямо сейчас сделать? Конечно же, это верстачок. Сделаем вот так вот в своем печке. И нужно скрафтить. О-оу. Ой-ой, ты кто такой? Не, я пока что как бы умирать не сильно хочу. И знаете, что я хочу глянуть? У нас на сервере Арисмайн присутствуют вот такие вот интересные квесты. Где можно повыполнять и получить какие-нибудь различные приколы. Вот, к примеру, убийц. Вам необходимо убить 50 любых игроков. И за это я получу опыт и также валюту. И, кстати, я тут узнал то, что оказывается для создания клана нам потребуется всего-то ничего. Оказывается, 10 тысяч долларов. А он на моем балансе уже сколько? 119. Так, клан, нужно рискнуть и телепортироваться домой. Есть ли тут кто-нибудь? Ну, вроде как тут никого нету. Но мне повезло то, что он подсветился. То есть я бы, наверное, даже, может быть, его и не заметил. Такс, и всё, складываем сюда все наши ресурсы. Всё, хорошо. Кстати, я совершенно забыл даже посмотреть, какой у меня есть набор. У меня есть набор как раз-таки только игрока. У меня нет никакого доната. Выбираем игрок. И нам нужно получить этот набор. 8 тысяч аристов для покупки этого набора. Это как? Ай, во, здесь его можно купить за 50 аристов. А нам нужно его просто взять. Всё, мы с вами взяли целый набор. Ну и вы только посмотрите на меня. Теперь я готов сразиться с кем угодно. Опачки, здравствуйте. А вы не ожидали то, что я на вас нападу? Да я в целом... Офигеть, у тебя меч на поджог. Я-я-я-я, я же говорю, не надо. Так, раз, стычка. Вторая мимо. Ну ничего страшного. Ещё одна прилетела. И убил. Фух, минус-минус. А чё у него так много этого ламинария-то? Ой, лозы точнее. Кажется, сзади меня ещё бежит одна проблема, которая хочет меня отпинать. Но моя задача сейчас куда-нибудь от неё деться, скрыться и убежать. Так, отбегаем и стреляем. Как я понял, если я буду делать убийство, то он что-то от меня хочет. Я не понимаю, что. Наверное, чтобы я ему вернул ресурсы, но это же гриферский сервер. Здесь нужно, наоборот, убивать, чтобы выжить. И у меня сверху отображается режим боя и ещё адреналин. Ну, пока что я в режиме боя, я уйти точно не смогу. Но зачем ему так много этой лозы, я пока что вообще не понимаю. Нужно будет с этим тоже как-нибудь разобраться. Но мы с вами прямо сейчас что делаем? Прописываем команду HOME. Всё, фух, мы дома. Складываем все эти ресурсы. И всё. Наконец-то я расчистил всю эту территорию. И где мой дуб? Вот он, отлично. Теперь мы берём и просто так вот застраиваем. Я разобрался, для чего нужна ему была вьющаяся лоза. Как видите, это скупщик. А ему сейчас очень сильно нужно её продать. То есть 64 предмета мы продадим на 576 монеты и 288 единиц опыта. Поэтому мы с вами бежим домой. Забираем всё, что у нас только имеется. Я, кстати, не знаю, нормальный ли этот ценник, либо же нет. Но пока что пускай будет именно так. Потом вы мне в комментариях напишите, нормальный этот ценник, либо же нет. И я тогда уже пойму, что ошибся я, либо же нет. Но мы с вами берём, продаём, продаём, продаём. И у нас на балансе уже целых сколько? 4928 долларов. Так, ребята, я здесь нашёл одного игрока, который попал прям мне в глаз, по всей видимости. А, нет, не попал. Давайте в него тоже попробуем попасть. Раз, два, попали. Хорошо, хорошо, всё. На, на, получай. Саша, это ты? Чё? Саша, это ты? Откуда ты, имя моё? Заш, нааа. Да, подожди, стой, стой, не бей, не бей, не бей. Подожди, стой, да и... Чего не бей? Саша, слушай, у меня к тебе просьба. Можешь мне помочь, пожалуйста, развиться? Какую помощь? Саша, ты кто вообще? Да я фанзи, 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 фанзи. Если помочь лить вот этого игрока, мне кажется, мы его сейчас вряд ли сольём, поэтому есть два варианта. Либо ливнуть, либо ливнуть. Паша, давай, наверное, ливнём, да? Ну да. Кто это будет? Паша, Паша, я на себя беру удар. Паша, он ливай, если что, ливнул. Пиши спаун, он за тобой, блядь, быстрее. Я жив, Саша. Паша, вот это да. Сначала друг друга атаковали, а потом... Ну я тебя, конечно, не признал богатым будешь на самом-то деле. Слушай, мне нужна твоя помощь. Смотри, я тут развиваюсь без доната, и мне немножечко тяжело, и поэтому вот, помоги. Ладно, вот тебе сахарного тростника, а он тебе поможет. Спасибо, спасибо. И немножко угля. Ладно, Паша, давай... Я всё подобрал, я всё стырил. Давай, телепортируйся ко мне, я тебе покажу свои хоромы, которые я уже воссоздал. Вот, это мой небольшой скромненький домик, который я строю ещё. Ага, ага. Слушай, ну неплохо, неплохо. Поэтому у тебя задание добыть побольше булыжника. Ладно, Паша, всё, я беру кирку и погнал, давай. Ребята, был найден один игрок. Получай стрелу в подарок. У него алмазная лопата, стой, 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 подожди. Мне нужна твоя лопата. Там его друг ещё есть, и топор у тебя, похоже, алмазный. Или это то же самое, лопата? Так, ладно, раз. Всё, убил, убил, хорошо. Тут ещё какой-то игрок появился. Ё-ка-ла-мале. Надеюсь, он... Это его друг, это его друг, 100% его друг, надо отсюда ввалить. Саша, у меня тут вообще такое происходит, пока ты камень добываешь. Я пытаюсь убежать от какого-то спанчбоба, я тебя держу в курсе просто. А-а-а! Ё-моё, там ещё какой-то игрок появился. Всё, нафиг, всё, просто бежать. Это Патрик, это Патрик, видимо. Если дэд спанчбоба убегает. Угу, по ходу дела, да. Главное выжить, по крайней мере, мне сейчас. Я просто пытаюсь убежать и сохранить все ресурсы, которые только что выбил. Потому что мне абсолютно всё сейчас нужно. Так, телепортируюсь, ком. Ух, я живой, отлично. Так, нужно посмотреть хоть что я с него выбил. Ё-о, всё, Саш, можешь возвращаться, камень мне больше не... Да? Кирочка. Да, я тут столько камушков выбил. Это вообще что-то с чем-то. А ещё и кирка, ой, и лопата хорошая. Всё, надо достроить теперь просто дом. А то придёт какой-нибудь игрок, как и я, и прибьёт меня ещё. Был два стака булужника, раз, два. О, не, ну, в хозяйстве всё пригодится, всё пригодится. Можешь тоже помочь, держи, надо потолок дозабраться. Нифигасе, у тебя, как ты тогда будешь? Ну, я просто челика убил, видишь. Так, Паш, да, всё строил хорошо. Ё-о, Саш, там игрок, смотри. А, ну он в целом... Всё, он ушёл. Он так смотрел на меня. Обычно алмазники особо не идут на голенькие, поэтому это как-то... Нифигасе тут подобываю, Паш. Да. Пока Саша там копает ресурсы, я решил напасть на игроков, чтобы добыть как можно больше себе различных ресурсов. И я честно надеюсь, что у меня получится это сделать. Так, этого чувака мы пока закроем. А на этого мы нападём. Опа, нежданчик, да? А, минус один. Хорошо, так, сейчас его вдруг по-любому упадёт. И мы ему пропишем стрелу прямо-таки в глаз. Или не упадёт? А ты где, друг? Давай выходи. Почему ты не идёшь? Ладно, тогда получай вот так вот. Раз, отлично. И просто нападаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пожалуйста, только не убей меня. А, ну он меня таким образом точно не убьёт. Всё, мы их убили. И самое что интересно, тут написано «Свободная территория». То есть, по факту, я могу вот так открыть печку и забрать все их ресурсы. Вот таким вот образом себе. Ой, ты откуда здесь взялся? Ё-моё, я аж испугался. Так, забираем все эти печки тоже себе. В хозяйстве всё пригодится. Тем более, у меня сейчас как раз-таки с этим и есть большие проблемы. Так, всё, ребят. И я, конечно, всё понимаю. То, что вы хотите меня там ещё попинать. Ну, давайте-ка не будем с вами драться. Всё. Мы с вами получили даже из набора сербер вот такой вот интересный лук, лопату. Ну, и сейчас мы просто бежим к себе домой. Всё. Отлично. Мы с вами дома. Я, кстати, тут немножечко сундуки расположил. И мы с вами почти достроили этот дом. Тадам, всё. Теперь нам нужно скрафтить дофига печек. Ну, дофига у нас не получится скрафтить. О, нет, получится. Стоп, 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 стоп. Отлично. И что же, мои сундуки теперь находятся в полной безопасности. За это я, кстати, очень сильно рад. Давайте ещё скрафтим побольше печек. Сложим все ненужные ресурсы к себе в сундук. На самом-то деле, мне очень сильно нравится, как я уже развился. Хоть я и отыграл. Всего лишь 53 минуты без какого-либо доната. Я подсвечусь. Значит, кто-то рядом здесь находится. Я готов к битве. А где он только? Окей, я сейчас рискую максимально. Я выхожу из дома. А где игрок-то, я не понимаю. Кстати, на горизонте возле своего дома я вижу тыквы. А как я знаю, если прописать команду квест... А, стоп, подожди, а может это даже и не квест? Я просто помню то, что для чего-то нужны были тыквы. Для чего? Не помню. Ну ладно, в хозяйстве все пригодится. Забираем. Пускай у меня дома лучше побудут. Кстати, насчет квестов. Если мы с вами выполним вот этот вот квест... Рубанок какой-то. Где нам необходимо нарубить любого дерева в количестве 500 штук. Нам выдадут опыт 10 штучек и валюты 2000. Мы с вами, кстати, нарубили 40 из 500. Поэтому я предлагаю прописать команду RTP save. И телепортироваться... О, деревья. Все, идем туда. Стоп, подожди. Это что такое? Я сейчас бежал, смотрел на F5, а тут вот такая вот махина стоит. Вначале в нее зайдем. Редкая башня. Угу. Как в тебя попасть редкая башня? Если не... А, дверь открыта. Ну, наверное, она уже залутана. Хотя, надежда... Есть то, что там лежат хоть какие-то небольшие ресурсы. Может, кому-то там что-то не пригодилось. Пустой сундук. И пустой. Ну, ладно. Вот это, на самом-то деле, плохой знак. Ведь это дерево рубил не я. А значит, тут есть кто-то еще, кто занимается тем же самым, чем и я. Что достаточно очень страшно. Алло, Саш, что ты там говоришь? Телепортируйся домой, Паш. Давай, я дома. Я зря время не терял, а взял и убил алмазника. Чего? Чего? Офигеть. На самом деле, чувак залагал и выкидал его прямо на моих головах. Ну вот, видишь, вот прям реально броня вон на путь. Ну, я тоже время не терял, пока ты там вот... Да, я решил квестики поуполнять, ресурсов еще немножечко подобывать. Всякие башенки понаходил. Короче, много всего интересного произошло, пока ты там что-то делал. Я вижу, ты еще дом заапгрейдил мне. Ну да, немножко, видишь, так по уголкам такую прикольную штучку сделал. Это на самом деле оптическая иллюзия такая. Но мне на самом-то деле нужно выполнить квест, где я должен добыть целых 500 дерева. И вот я сейчас пытаюсь его выполнить. Достаточно... Не, он быстро выполняется. Вот тебе топор, все, пока. Не удалось найти подходящие локации. Попробуйте позже. О, все, я ушел. Все, я тоже. Слушай, я пока добывал это дерево, мне стало кое-что интересное. А ладно, моя идея, кажется, пропала. Здесь нету варпа, где можно добывать дерево. То есть наподобие автошахты. Но только автолесорубка, вот. Ну ладно, тогда по стариночке попробуем вот так вот все дело добыть. Наконец-то, спустя долгое время, я могу сделать вот так вот. Вы прошли квест. Квест рубанок какой-то. Рубанок успешно пройден. Ура, наконец. Награда выдана подробнее в слэш квест. Ну что ж, давайте-ка посмотрим. И да, мы с вами получили, получается, опыт 10 штучек. И валюта 2000 долларов. То есть если мы с вами пропишем баланс, мы с вами увидим то, что у нас 7000 на балансе. И я телепортируюсь домой и вижу вот это. Паша, я кушать. Не бей, пожалуйста. Люблю руда. И когда я к нему подошел, он меня шмальнул. Это что было? Ладно, надеюсь, что он больше драться со мной не будет. А то придется ему навалять тоже. Да ай! Хватит меня бить. Алло. Ой. Ты что меня бьешь? Ты же кушать отошел. Ой, я вернулся, видимо. Я испугался. Я тебя не бью. У тебя сейчас в башке... Паш, прости, пожалуйста. Не прощу тебя. Дверь там, выход там. Ладно, ладно. Хе-хе, стой, дверь верни. Саш, был найден игрок на занятой территории. Прекрасно. А как к тебе попасть-то? Ой-ой, тут вообще... Короче, здесь опасно находиться у него. У него тут одни ловушки какие-то. Но он в алмазной броне, Саш. Я телепортирую. Я вижу. А как к нему попасть? Слушай, а если купить курус? Не-не-не-не-не-не-не. Там опасно, там опасно. Подожди. Я сейчас на варп-маркет сбегаю быстро. Посмотрю там на аукционе. Саш, есть жемчуги за 4,5? Ну, можешь купить. Ну, я вот думаю, нужно ли оно сейчас. Хотя, ладно, давай попробуем. Рискнем. Сейчас, я покупаю жемчуги за 4,5. Купить, да. Так, я к тебе отправляю. Рандом какой-то плееру, да? Принимай меня быстрее. Я потратил свои денежки. Я сюда забрал. Держи, держи. Так, ну что, я прохожу? Да, проходи, проходи, проходи. О, оно идет. Хоп. Все. Хорош. Я ему сразу КТ дал. Хоп. Я прохожу, прохожу, прохожу. Я тут, я тут, я тут. Хорош. Все. Давай я тоже подберу иресы. Вот, видишь, за 4,5 тысячи купил перочку, прошли и убили. Ну, теперь еще надо выйти. Она нам пригодится на будущее в любом случае. То есть это такой, долгосрочный вклад. Все, я вышел с дома. Да, там 16 штук. Я, получается, тебе дал половину и себе ставил. Теперь у нас есть еще алмазка из набора гидро. А я сэкономлю, я не буду сейчас телепортировать. Вот, вот, вот. Понял? Хитрый какой, хитрый. Ну, ладно. Нет, это, это... 58. Железо, е-мое. Не, ну, слушай, я считаю то, что нормально мы нашли игрока, убили, не зря потратили денежку. Но большую часть жемчугов я выложу. Мало ли вдруг меня убьют. А я тем временем нашел одного игрока, который встал, по всей видимости, в ФК. Стоять в ФК, ну, как бы, на сервере нельзя. Я его отпинал. И, слушай, тут есть портал ВАД. Может, я в ВАД зайду. Главное, чтобы сейчас я там выжил. И меня никто не убил. О, слушай, все нормально. Тут и золото можно покопать, и все. Отлично. Я, Саша, пока тут побегаю, наверное. Да, давай, давай. Так как вайп прошел сегодня, я так понимаю, то, что большинство территорий еще даже не залутаны. И, возможно, я найду даже крепость. Знаешь, я, наверное, вот побегал, посмотрел, то, что все игроки собирают вот эту вот лозу. Я бы ее, может быть, тоже с собой бы забрал. Спускаемся аккуратно. И забираем вот эту штуку себе. Будем дома ее выращивать. Целый огород создадим. Что мы там выращивали? Мы будем выращивать вьющуюся лозу. Правда, я не знаю, как я ее буду выращивать. У меня территория-то маленькая. Саша, я нашел крепость. Главное, чтобы она была не залутана. Что? Вы не можете сломать блок? А, это башня? Саша, я башню нашел. Е-мое. Я думал, это крепость. А она еще и запреплачена. И открытая еще. Е-мое. Ну, там, наверное, залутано уже все. Да, Саша, тут все залутано, к сожалению. Ребят, хочу кое-что попробовать. Приписай команду по УП и С. Ну-ка. Я начал поиск. Главное, чтобы тебя сейчас не нашел. Да не, я не начинаю поиск. Опа. Саша, меня телепортировало к какому-то игроку. Я думаю, что у меня есть все шансы его отпинать. Он находится в кожаной броне. А я как бы, ну, в железной. Я ему уже плюху одну прописал. Как раз таки. Главное, оставшейся плюхе ему дописать. Еще один выстрел попал. Да е-мое, что он прям прыгает? Как не знаю. Еще раз попал. Все, я бы убил, Саша. Ну, блин, у него, конечно, порезан. Вообще фигня полная была. Но я хочу опыт поднять. Уровень точнее. Саша, я нашел какого-то игрока. Да, на вас забирай. Так, я же тебя убил. И я опыт за это получил. Подожди, это ж. Это дюп опыта. Блин, ну, ладно. Я дюпать не буду опыт. Ну, мне было приятно то, что я тебя убил. Фашка, а хочешь тебе лайфхак расскажу? Давай. Тебе не обязательно на одном грифинах катиться. У меня же резы на сервере переносятся с одного на другой. Точно, я вообще об этом забыл. Может быть, пойди на третий, зайти по телопатку и вернуться на седину. Блин, я вообще об этом забыл. Офигеть, точно. Я воспользуюсь твоим лайфхаком. Я сейчас зайду на другой какой-нибудь гриф, к примеру... Десятый, совет. О, как раз десятый. Вообще идеально. Все, у меня ресурсы сохранились. Ай, как классно в РПП. Ну-ка. А тут что, никого нету? Нет, там кто-то есть. То есть, мне по-хорошему нужно еще отсюда потом как-то сбежать. Все, я убил игрока. Хорошо, хорошо, хорошо. Я прямо, знаешь, стою, мне прямо очень сильно страшно. Отойди, отойди. Он жив. Офигеть, как он выжил? Все, я получил новый уровень. Ай, меня кто-то пинает. Ё-моё, у меня на весь экран еще фейерверки пошли. Нет, 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 я не хочу умирать. Пожалуйста. Ё-моё, Саша. Не, лайфхак, конечно, хороший. Но то, что меня сейчас тут убьют, это, это, мне вообще не нравится. За мной там толпа бежит какая-то. Отстаньте, отстаньте, пожалуйста. А что делать, а что делать? Я в ловушке какой-то. Я еще не понимаю, куда здесь бежать нужно. У меня остается три сердечка. Меня вообще все фигачат. Нет. Саша, я все резы потерял. Зато я вопрос получил. Первый уровень. Да, нужно теперь вернуться на свой седьмой гриф. Саша, расскажи мне, пожалуйста, что дается за этот уровень. Первое, прописывай команду прайз. Прайз, ага, вижу. Первый уровень. Валюта беспоинный. Порошок урана. Дополнительная награда с боевым пропуском. Но у меня боевого пропуска нету, его нужно покупать. Но я получил порошок урана. При использовании создает облако регенерации. Офигеть. Нет, ну такую штуку я пока сложу. Пускай полежит. Даже в отдельный сундук куда-нибудь спрячу. Вот сюда. Ну, а вот дальше ты будешь повышать уровень. И у тебя все будет намного лучше. То есть дальше я получу отвар феникса и наборгит. Ё-моё. Офигеть. Мне кажется, что там дальше будет. Ну, а на этом я буду заканчивать первую часть. Если хотите увидеть как можно быстрее вторую, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Заходите на ArisMine, потому что все свои ролики я теперь буду записывать именно здесь. IP на экране и в описании. Ну, а с вами был Фанзи и помощник Руда. Рандом плей Руда. Всем пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова